Здравствуйте! Вы со мной на канале Астроумно, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Многие наверняка слышали, бывая в мужских компаниях, фразы типа «Вот новенькая наша сотрудница, ничего такая, твердая семерочка». Жена у Ваньки, конечно, на тройку. Можно догадываться приблизительно, что имеется в виду, но шкала привлекательности от 1 до 10 имеет определенное значение. Заметим, что у каждого мужчины свои идеалы и представления о красоте. У одного это на 9, у другого на 4. От 1 до 3. Страстненькая. Подразумевается женщина, которая имеет либо серьезные физические недочеты, либо серьезные психические расстройства. Таким женщинам свойственны лишний вес, проблемы с кожей, редкие волосы и плохие зубы. Но все поправимо. Если внешность уж никак не исправить, без серьезных капиталовложений и пластической хирургии, нужно работать над своим характером и индивидуальностью. У таких женщин тоже много успешных браков, ведь мужчина должен не только видеть этикетку, но и ощущать душевный комфорт. 4. Простушка. По мнению мужчин, такую женщину не назовешь страшненькой, но и красоткой или милой тоже. У нее простая внешность без каких-либо выдающихся черт. Однако, если такая девушка довольно умна и интересна, она вполне может стать покорительницей мужских сердец. Стоит только поработать над своей подачей и стилем. Возможно, не хватает одной детали, чтобы выйти на новый уровень. 5. Среднестатистическая. Это женщина, которая выглядит как все. Например, носит такую же стрижку и одежду, как у большинства. Не особо заморачивается над стилем и проявлением индивидуальности. У нее может быть хорошая фигура и личика, но она не выделяется из толпы. Но при правильном уходе за собой, она может иметь неплохой успех у мужчин. Соблазнить такую не стыдно, но и похвалиться тоже нечем. 6. Ухоженная. Милая. С точки зрения природной красоты, эти женщины не писаные красавицы. Но они умеют выдвинуть на первый план свои достоинства, чем и пленят мужчин. Улыбчивая, миловидная, она знает, что хочет видеть и слышать мужчину. Он и сам понимает, что есть и получше, но с ней приятно проводить время. Такие женщины особо покладисты и желают длительных отношений. Очень часто мужчины, которые вели разгульный образ жизни и меняли красоток одну за другой, женятся на таких вот неприхотливых, но милых женщинах. 7. Симпатичная. Эти девушки с хорошими данными от природы. При определенных обстоятельствах они могут выглядеть красивыми или даже горячими штучками. Можно сказать, что эти женщины, чьи тела оценивают на восьмерку, а лицо на шестерку. При удачном макияже и в хорошем платье, эти женщины могут скружить мужчине голову. 8. Действительно красивая. Это женщина, которой нравится большинству мужчин. Она обладает определенным шармом, ее хочется разглядывать, на нее приятно смотреть. Но она не прилагает к этому особых стараний. Другими словами, это женщины, у которых помимо правильных черт лица и хорошей фигуры, есть еще и изюминка, которые так покоряют мужчин. У них всегда много поклонников, что еще больше разжигает желание мужчин познакомиться. 9. Ослепительно красивая. Это женщина с яркими внешними данными, которые даже без макияжа выделяются среди других представительниц прекрасного пола. Часто таких называют сексуальными. Среди них много знаменитых женщин. Моника Белуччи, Арнелла Мутти, Анжелина Джоли. Мужчина восхищается подобной красотой и их совершенно не волнует внутреннее наполнение этих барышень, их прошлые взгляды на жизнь. Они желают обладать ими, мечтают о них и совершают безумные поступки. Но в такой красоте есть и обратная сторона. Очень часто такие женщины несчастны, хоть и купаются во внимании кавалеров. Ведь их расценивают просто как этикетку, совершенно не прислушиваются к их желаниям. И десяточка – это идеал. Скорее всего, такой женщины не существует. Это образ, который рисует в своей голове каждый мужчина. Так представители прекрасного пола оценивают ту женщину, которую они действительно любят. У многих она может быть на пятерку, но для каждого она является лучшей.